Геннадий Гудков выходит на прямую связь с Грэмом. Геннадий Владимирович, здравствуйте, рад вас видеть. Да, я так же рад вас видеть, хотя я вас не вижу. Сейчас попробую перезвинуть окошко. О, теперь я вас вижу лучше. Почему-то я у вас в двух экземплярах у себя, вернее, на телефонной экране. Это программа делает такое, да, бывает так, что. Ну, кстати, по поводу двух... Я себя вижу в двух экземплярах, но это не ладно, не страшно, переживем. Но двойников у вас нет. А, у меня появился двойник. Вот, я тоже подумала. В результате у меня появился двойник, как две капли похожи. Сам даже могу не отличить. Двойник, точно. Ну, как вам вообще в целом развитие событий после этой истории с якобы двойником, который сейчас управляет Россией? Изменилось ваше ощущение от этой новости или нет? Ну, я не знаю, что значит ощущение. Мое ощущение было всегда понятным. Я имею возможность иногда кое-что там перепроверить. Вот, пока еще, слава богу. Может, не такой раньше, как раньше, но все-таки все же что-то осталось. Вот, и, конечно, тут я пока не могу до конца быть оптимистом, хотя очень бы хотелось. Но я считаю, что Валерий Соловей делает очень полезные дела. Вот эта концепция царь не настоящая, она прекрасно сейчас легла на почву, не только российскую, не только на украинскую. Она вообще прекрасно, эта идея, зашла на всю Европу. Я не знаю, там, в Соединенных Штатах Америки, не буду брать. А в Европе отлично идет. В Германии, во Франции, меня там, в Страсбурге, в Пассе, меня спрашивают. Слушай, а он, может, правда, умер? Как ты думаешь, может такое все быть? Я говорю, ну, ребята, очень хотелось бы там. Ну, да, ну, такое впечатление, что все-таки, к сожалению, нет. Потому что мы бы там по турбулентности вверху это почувствовали, но не могло там это безнаказанно пройти для схватки кланов, которая идет там, не прекращаясь, 24 часа в сутки. Ну, говорю, с другой стороны, давайте так, не будем народ лишать надежды. Я вот когда выступаю, я говорю, ну, а вдруг? Я даже привожу пример, как бы, так сказать, в поддержку Соловья. Когда-то мы давно встретились с Валером Дмитриевичем, он ко мне зашел в каком-то конце, по-моему, все-таки начало 19-го года, только что был Новый год. У меня такое впечатление, что там январь, может, начало февраля, может, даже середина января. Зашел ко мне в гости в московский офис, там, ну, мы с ним сидим, пьем кофе, он говорит, ты знаешь, там, что творится? Ну, обсудили, всем перемыли кости, рассказали там все друг другу новости, что, где, чего, как и так далее, чего ждать, чего не ждать. И он говорит, слушай, ты знаешь, там, ну, на вы, там, не важно. Он говорит, вы знаете, Леонид Дмитриевич, там мы в Кремле, там, совсем с ума сошли, они обсуждают всерьез возможность вооруженного конфликта со соседними странами и даже применения ядерно-таксического оружия. И говорит, Леонид Дмитриевич, ну, не может быть. Я тебе, говорю, вот, поверь мне. И он начал рассказывать, как они там думают, а если в Финляндии конфликт, а если в Эстонии конфликт, а если в Латвии конфликт, а если там еще где-то. Это был девятнадцатый год. И я потом сначала не поверил, я Леонид Дмитриевич, ну, не может быть, ну, наверное, что-то Ваер Дмитриевич там, кто-то там его, так сказать, нашарохал, какую-то информацию ему дал, не ту. Я стал перепроверять. Я стал перепроверять. И мне говорят, ну, да, там пока еще планы-то они не разрабатывают, но разговоры такие ведутся. То есть, Соловей меня не обманул. И более того, когда я там потом пошел к одному царедворцу, ну, человеку близкому Путина, тогда еще у меня была такая возможность, мне говорит этот товарищ, говорит, ты знаешь, Володя, говорит, какой-то странный немножко стал. Ему сейчас как бы забил хрен на всю вот эту внутреннюю кухню, на внутреннюю политику. Он вообще сейчас сидит часами, многие дни, с какими-то конструкторами к нему ходят, какие-то генералы. Они смотрят какие-то там образцы оружия, какие-то, понимаете, фильмы, какие-то там видеозаписи, связанные с переворужением. Он, говорит, от этого балдеет. Он сейчас сидит там часами с ними, буквально, так сказать, засос. И для него это сейчас, так сказать, вот то, что ему нравится, то, что ему хочется заниматься, он занимается этим. А то, что ты говоришь, что вот страна на пороге, так сказать, там, я действительно говорю, что страна на пороге критического перелома, это был 19-й год, кстати говоря, так оно и получилось, вот, это, говорит, его не очень интересует. Он и так считает, что все в порядке, все как бы контролируется, ничего особо не надо менять. Все, ну, пусть идет как идет, там, типа, разберутся его люди, как дальше эта ситуация разруливает. Это мне сказал Соловей, еще раз подчеркиваю, в начале 19-го года, ну, грубо говоря, что Путин рассматривает серьезные планы, вооруженного вторжения и даже применения гадерно-тактического оружия. Я тогда им не поверил. Вот, сейчас я ему тоже до конца не верю. Да? Но давайте не будем лишать народу надежды. А вдруг Соловей прав. Как тогда, в 19-м, когда я ему не поверил, что такие планы Кремля есть. Ну, вот я хотела начать наше интервью с каких-то более конкретных вопросов об инфоповоде, а потом, честно говоря, мне прислали видео из садика, как мой ребенок там танцует, и я подумала, все-таки хочется спросить у вас, может, где-то абстрактно прозвучит, но на ваш взгляд, какое будущее ждет наших детей? И все-таки, какие перспективы, на ваш взгляд, какое у вас предчувствие в этом смысле? Есть ли у вас какие-то вот интуитивные такие, может быть, обозрения? Ну, в моем возрасте уже нужно мыслить философски, и я всегда считаю так, что все будущего предопределенного не существует. Оно формируется в результате многих-многих-многих факторов сегодня или вчера. То есть каждый фактор, который, каждое событие, которое происходит вчера и сегодня, оно оказывает влияние на будущее. И вот сегодня я опять-таки могу сказать, что, к сожалению, вот, к сожалению, что? К сожалению, сегодня мы определяем это будущее, каким оно будет. И я не знаю, понимает ли все это конца свое ответственность за это будущее. Потому что то, что я вижу, я вижу в значительной степени, даже в просвещенных, даже в образованных кругах, в кругах, занимающихся политикой, очень серьезную проблему непонимания процессов в мире. Я не знаю, может, нужно прожить там 60 с лишним лет, чтобы это понимать, или что-то еще нужно, или, может, какой-то особый дар, там, чутье. Но нужно понимать, что сейчас вот идет сражение за будущей цивилизацией. Это вот не воскропарные слова, это на самом деле так. Потому что если сейчас демократия, вот, опять-таки, кто был 21-й? 20-й век. В столкновение двух лагерей, они были идеологизированы, свободный мир, и, так сказать, военный коммунизм, который хотел всю планету захватить и пристроить на свой лад. Они, кстати говоря, были не про деньги, они были про безумные идеи. И хотели там кровью затопить, так сказать, мир, чтобы построить вот этот казарменный коммунизм с жесточайшим подавлением личности. Сейчас то же самое происходит только без идеологии. То есть идеологии сейчас разные. Кто чучхей использует, кто ислам использует, кто там русский мир использует, великодержавное, так сказать, могущество и так далее. То есть, опять-таки, мир разделился на два лагеря. Это лагерь демократии, свободы, прав человека, прогресса и так далее. И лагерь, который понимает, что можно удерживать власть только путем захвата этой власти, удержания вооруженным путем, экспортом террора, началом войн и так далее. Другого способа удержать власть в отстающих странах, которые начинают серьезно отставать от демократии. Почему Путин начал войну в Украине? Да Украина начала хорошо жить. Вот эта трансформация и монетизация, уж я извиняюсь за это, свобода и демократия в лучшем качестве жизни, Путина дико раздражала. А он ничего не может сделать. А Украина начинает развиваться. Ну и нужно власть выдержать, нужно поменять свое время, и заодно уничтожить угрозу своему строю. Вот она война против Украины. Вот это сражение между демократиями и диктатурами, я условно говорю, оно является сердцевиной сейчас современного политического действия. Главное, сердцевиной, главный стержень. Кто победит? Вот всегда побеждала Орда. Ну давайте по-честному, всегда побеждала Орда. Даже итоги Второй мировой войны очень сомнительны. Да, лагерь демократии победил, да, он помог деноцинифицировать Европу, там установить мир и так далее, разгромил Гитлера. Но с другой стороны, Орда же тоже наступала. Она под себя подмяла всю Восточную Европу. Сталин, так сказать, там, начал под себя подминать часть Азии, там, Мао и Сталин, там, Северная Корея и Сталин, процессы в Африке и так далее и тому подобное. То есть Орда тоже получила огромные преимущества в 1945 году. Давайте уж по-честному говорить, да. И сейчас опять, к чему побеждала Орда? Да, потому что она все ресурсы тратила на войну. Потому что она тратила все ресурсы, потому что она была жестокой, абсолютно бесчеловечной, абсолютно, так сказать, и так далее. Орда побеждала. Что там варвары Древней Рима сгромили, что там Орда Османская завоевала полмира, что там монголы, так сказать, прошли огнем, мечем, дошли чуть ли не там не до Кудапешта. Вот, и так далее. То есть, если мы возьмем периоды истории, то Орда побеждала. Я это не сам придумал, я читал статью Юрия Латынина, я с ней согласен. У нее есть такая статья. А сейчас впервые технологические преимущества, технологический прогресс дает преимущество демократии. И я уж извиняюсь, Аня, если, я грубо скажу, если демократии сейчас просрут эту войну, то я не знаю, какое будущее ждет наших детей. Ничего хорошего. По крайней мере, они будут жить в страхе и в опасности за свое будущее. Если сейчас демократии все-таки соберутся, появится какой-нибудь черти, у которого там не просто, так сказать, орган отличия, а еще, так сказать, с остальными какими-то частями, что извините, тогда демократии победят. Вот сейчас надо дать урок агрессорам, что демократия это не мальчики для битья, это не толерантные системы, которые терпят всякое хамство, агрессию, геноцид и прочее, а дать по зубам. Что демократия и добро, оно может быть через кулаками. Вот это надо показать всем агрессорам, что демократия, достигшая высочайшего уровня развития техники, технологий и прочее, 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 способна дать по зубам всем тем, кто посягает на прогрессе мировой развития. Потому что, смотрите, какое сейчас сражение идет. Смотрите, Иран, Северная Корея, африканские вот эти режимы военных фунтов, значит, всякие Никарагу, всякие там, эти Венесуэлы, посмотрите, что там Афган, посмотрите, что там, где там еще у нас Ближний Восток. Это же все результат сражений, демократии и диктатур. Вот Газа, она же не субъектна. Вот этот Хамас, это же просто нанятые террористы, кем наняты? Реакционными режимами Ирана и арабских государств. У них ни хрена никакой субъектности. Они ничего не умеют делать, кроме эксплуатации террора. Даже все то, что там сделано было в Газе, построено на деньги международного сообщества. Там ООН не успевала отстегивать бабки на, так сказать, там, восстановление нормального уровня жизни газа. И то сейчас дает Аль-Жазира, который можно доверять в этом смысле, совершенно точно. Аль-Жазир, вот строчка бегущая, я смотрю, там иногда новости, написано, 63% до войны жители сектора газа не имели работы. Потом пишет, это молодежь, 63%. 63% всех жителей газа жили ниже уровня бедности. Ну, ни хрена себе результаты 20-летнего правления Хамаса. Я уж не говорю, сколько они там уничтожили, сколько они там разгромили. Поэтому, когда мы говорим, какое будущее у наших детей, зависит от сегодняшнего сражения в Украине. Вот победят Путина, будет будущего человечества. Они не победят, хрен и не знают. Потому что Путина 6 тысяч ядерных боеголовок. Совершенно безумная, так сказать, голова, абсолютно съехавшая крыша, абсолютно те самые отмороженные его подпадельники в военных преступлениях. И люди, которые, так сказать, могут за собой утянуть могилу миллиарды людей. Поэтому я думаю, что сейчас мы должны все вместе навалиться на общую проблему. А общая проблема называется зло, мировое зло, сконцентрированное в путинском режиме и победить его. Вот это главная задача. Тогда у нас детей будет и мирное небо над головой. Тогда при чемят хвосты и все заткнутся, вот эти вот упыри, вурдалаки и прочие кровавые пираны, они поймут, что можно и по морде получить. Они признают только силу. Вот Путин чего признает? Только язык силы. Он ни хрена никакого языка больше не понимает, даже русского. Даже, наверное, матерность со словаревания уже идет. А вот язык силы он понимает. Поэтому вот она такая ситуация, она пограничная, критическая ситуация, если по-честному говорить. Я бы, конечно, рад сказать, ребята, все хорошо, замечательно, мы побеждаем, ура, ура, небо светлое, солнце яркое, так сказать, сахар сладкий и так далее и тому подобное. Но, увы, пока нет. Пока нет. Путин, на ваш взгляд, не лишен шанса победить сейчас в всех условиях, в которых мы есть? Ну, он лишен шанса победить, но он не лишен шанса заморозить то, что он имеет и выдать это за великую победу над всем миром. Уже работает пропаганда. Смотрите, как она, пропаганда российская, работает. Мы великие. Путин сумел поставить страну на такие военные рельсы, что нас никто победить не может. Мы сражаемся. Они же не говорят, что мы с Украиной сражаемся, что у нас вторая армия, но не в мире, а в Украине уже. Да, была вторая армия в мире, стала вторая армия в Украине. Они говорят, мы победили весь мир, они ничего не могут сделать. Весь мир наводнил Украину оружие, там воюют натовские инструкторы, там воюют натовские солдаты, там весь мир. А мы вот их всех, так сказать, сделали. Они вынуждены пойти с нами на мир, потому что они ничего не могут сделать. С нами великий Путин. Вот она вся пропаганда сейчас в городке за две минуты. Суть российской пропаганды. А дальше же там идут всякие гарниры, всякие соусы, добавки, специи и прочее. А суть она вот и простая. Путин победитель всего мира. Ну, как у нас главный вклад, как у нас это главный вклад, была же такая, кем-то высказан, там, Северная Корея, что главный вклад победа Второй мировой войне внесла Северная Корея. Ну, что-то. Вот так оно и будет, что Путин победитель всего мира. А значит, его не трогали, он у нас единственный вождь, светлый облик, там, луноподобный, солнцеликий, высадвигающий горы, поворачивающий реки. Без него нам никак. Есть Россия, есть Путин, сказал Володин. Нет Путина, нет России. Ну, вот. Вот что можно сказать? Что можно с этими людьми делать? У них мозги уже слиплись от халуйского рвения. Понимаете? Извилин распрямляется, потому что слишком... Да, как это писать? Говорит, а можно ли вас, так сказать, пробиться и лизнуть вам одно место, там, такой шутливый полсайк? Говорит, вы знаете, в принципе можно, но вы вряд ли пробьете, очередь очень большая. Ну вот как раз от тех, кто хочет уже впереди паровоза бежать, казалось бы, еще Путин не объявил о своем выдвижении на выборах, но уже появились доверенные лица, те, кто готов его поддержать. Вообще, там тот же Михалков, как известно, ну, вероятно, может его поддержать, Машков, если говорить о людях творческих. Сейчас набежит немеренно, немеренно набежит холу-йог, так сказать, я говорю, очередь еще будет. Я же только что привел, говорю, можно лизнуть вас? Да, но вы не пробьете, очередь очень большая. Там трудно пробиться к заду, даже лизнуть его. Вообще, имеет значение какое-то сейчас эти выборы, то, что будет, ну, выборы или голосование? Нет, они будут иметь, знаете, какое значение, единственное. Вот российская оппозиция, кем бы она там, какие бы у нас там не были личные проблемы международные взаимоотношения, это единственное, так сказать, разногласие личное, скорее всего, вряд ли политическое, она будет выступать единым фронтом, обращаться к парламентам, к правительствам, к лидерам государств, свободным и независимым, демократическим, не признавать ни самих выборов, ни их итогов. Вот это будет серьезное политическое действие. И здесь вот будет проверка на вшивость всей системы нашей замечательной свободы, демократии, альянсов демократических и так далее. Ребята, а вы как? Вот Путин уничтожил сотни тысяч украинцев. Ну, или сотни тысяч, не знаю. Ну, десятки, многие десятки тысяч украинцев, украинских детей и женщин. Он принес огромный ущерб другим народам. Он поддерживается и связывает с узами сотрудничества самые отвратительные, самые опасные, самые гнусные режимы в мире. Ну, посмотрите, кто... к нему едут африканские диктатуры, он там уменьшается с север, связывается с всякими Никарагуа, Венесуэлой, которые там свои народы унитают и так далее. То есть все это везде он финансирует, возможно финансирует, возможно финансирует Хамас и им прочее. По крайней мере, он им устраивает там случки встречи в Москве, проезжает Иран, проезжает Хамас и там они все встречаются. То есть понятно, что вот эта работа по формированию цеха террора и войны, она Путин продолжается каждый день в режиме 24 часа. Поэтому мы же видим, что Путин происходит. Отсюда мы должны делать соответствующие выводы. Ну, как вам кажется все-таки, возможно ли действительно, что на такое пойдут западные страны, не признав Владимира Путина легитимным президентом, я, насколько понимаю, вы это имеете в виду, учитывая действительно ядерный потенциал, всевозможные риски. Опять же, это сокращает возможность переговоров каких-то с ним каким-то образом. А какие с ним нужно вести переговоры, Аня, у меня вопрос к вам. Я говорю скорее, ну, наверное, все-таки о каких-то контактах, которые сейчас все-таки хотят оставить западные лидеры для того, чтобы хоть контролировать эту ситуацию. Есть Абрамович, есть Лавров, есть там мотающийся по Корее Шойгу, есть там другие люди. В контакте-то могут быть, а Путин зачем? А зачем нам нужен Путин? Зачем? Я не понимаю. Он под международным судом, под ордером, в розыске, не может пересечь границы ни одного нормального цивилизованного государства. Он повинен в войне, он повинен в гибели десятков, многих десятков, по-скорее всего сотен тысяч людей. В зверствах, в пытках, в отравлениях, в убийствах. Ну, там клейма ставить негде. На Путине негде ставить клейма, понимаете? Вы такого человека посадите за полпереговора, будете ему руку жать? Что будем делать? По-моему, да. Вот смотрите, по Германии, когда подписывали капитуляцию, Гитлер, Гитлер в этот момент уже не было, а все остальные были арестованы. А подписывал там Кейтель, по-моему, если мне память не изменяет, он просто там высокопоставленный генерал, даже там чуть ли не маршал. Ну и что? Вот он подписал от имени Германии. А почему он подписал от имени Германии? А кто он такой? Кто он такой? Ну, Гитлера уже не было, Геббельца уже не было, Борман в бегах, кто там остался, Геринка был арестован, там вот, из Эрхоидля Рейков, там вот, пожалуй, остался только Кейтель, который подписывал акта капитуляции. И ничего, нормально, справились. И легионтизировали это все. И закрепили во всеми народных документах, параграфах. Какие проблемы? Зачем Путин-то? Но есть опыт Лукашенко, ведь его тоже не признали, Тихоносов его приняли за рубежом, и при этом ему кажется ни жарко, ни холодно от этого. Ну, может быть, жарко и холодно, но при этом... Очень не холодно, ему очень от этого холодно. Он испытывает крайние потребности в общении с каким-то лидером, они его не признают. И это его наносит ущерб, и ему, и его окружению. А если чуть-чуть поднажать бы, то они бы и скинули тут Лукашенко. Просто Путин не дает это сделать. Нахождение Лукашенко в своем посту объясняется в первом очереди фактором Путина. Это белорусы должны понимать. Я думаю, что надеюсь, что они все-таки, несмотря на их, так сказать, какое-то дистанцирование от контакта с нами, они это все-таки понимают. Я надеюсь. Потому что, иначе бы там при таком непризнании международной залиты... Да нет, давно бы уже этого. Лукашенко его свои сами, так сказать, привезли бы в ГАА, издали, сказали, а теперь мы хотим нормальных отношений. Потому что нам это вот так вот с этим Лукашенко. Забирайте его, судите. Но это они не могут сейчас сделать. Потому что Путин. Потому что силовики. Потому что, так сказать, там финансирование через нее идет. Да много чего через нее идет. Вот и все. Поэтому ему очень даже холодно, Лукашенко. И, конечно, нельзя Путина признавать. Признавая Путина, мы даем ему кредит доверия, мы даем ему легитимность, мы даем ему право выступать от имени страны, принимать решения, которые должны быть признаны миром. Мы же вообще-то давайте не будем забывать, Россия постоянно начинает с этой безопасности, с правом вето. Ну как же мы можем с таким руководителем, который пролил море крови, рассматривать на какие-то отношения. Но это нереально, невозможно. То есть если мы это сделаем, то все упыри со всего мира, вурдалаки, знаете, как вот это, покажите, приведите нам вея, помните, там что было, когда привели вея, открыли ему веки. Вот, но там просто рассвет, проблему, так сказать, решил. А тут рассвет может не наступить. И вот это, торжество вурдалаков, упырей, всякие прочие нечисти, оно будет достаточно долгим на планете. Они изо всех щелей полезут, полезут к ядерному оружию, начнут конфликты, начнут масштабированные уничтожения людей и так далее. Вот хотим мы этого получить, ну, значит, надо Путина оставлять. Байден же правильно сказал. Теперь просто на Байдена старался лайк. Нормальный, опытный политик сказал, Путин нельзя оставлять у вас. Байден сказал. Второй, на третьей неделе войны. Помните, что там было? Там, правда, потом сказали, да нет, он не имел в виду свержения, ну, там, чтобы Путин как-то из тех, чтобы его инопланетяне забрали куда-то нахрен, чтобы никто потом уже не знал, где он находится. Вот, ну, условно говоря. Но, в принципе-то, нельзя оставлять его власть. Это будет торжество вурдалак. Мы же не хотим, чтобы на планете наступило торжество вурдалак. Ну, если говорить о той идее, которую вам озвучил тогда Валерий Соловей, придя к вам и в 19-м году по поводу ядерного оружия и увлечения Путина всеми этими делами, тогда, кажется, еще не говорили о войне, но, тем не менее, видимо, какая-то информация уже была. Сейчас, на ваш взгляд, опять же, в контексте того, что вы сказали о непризнании Путина легитимным, если такое случится, если Путин победит на этих выборах, если они вообще состоятся, возможно ли вот такая озлобленность, опять же, очень часто в самом начале войны Путина хотели как-то умиротворить, и, наверное, в связи с этим был связан мой вопрос, поскольку все же хотели его как-то умиротворить, учитывая ядерный потенциал и возможные риски, которые могут быть с этим связаны, оставляли эти контакты и так далее, с ним пытались как-то разговаривать. Сейчас все меньше и меньше, но тем не менее, вот на ваш взгляд, осталась ли у Путина эта идея, и насколько вообще велик риск применения ядерного оружия? Путин бы давно применил ядерное оружие, если бы не понимал, что это его конец. Все, что сдерживает Путин от применения ядерного оружия, ну, выкиньте вот это все из головы, все человеческие факторы. Они никакого влияния не имеют для принятия Путином решения, потому что он эти человеческие качества давно выжиг, вытравил в себе все. Он не может называться в полной мере человеком, потому что это полная деградация человеческой личности, то, что мы видим сейчас на месте Путина. Поэтому единственное, что сдерживает его от применения ядерного оружия, это то, что он понимает, что это будет его крахом. А он это очень важно. Вообще собрался жить вечно, я же вам рассказывал, что вполне еще год, полтора-два назад мне рассказывали, что там он финансирует через своих дочерей программу о цифровании, продлении биологической жизни. Он хотел жить вечно и править страной вечно. В том числе возможно в виде программы, которая будет потом, когда его личность будет полностью оцикрована, а потом она возникнет в новом каком-то носителе разума. У него же действительно вот эти были завиральные идеи. Я же сейчас не знаю, сейчас как, а может они остаются, конечно. Потому что мы обещали, что все будет хорошо, нормально, что прогресс идет такими темпами, что это при его жизни уже может быть. Поэтому вот он боится смерти в результате ответных действий. И это главный фактор, который сдерживает применение ядерного оружия и команды. Мы надеемся с вами, конечно, что есть второй фактор, что он-то может быть там в ломке распрячется ненадолго, а остальные-то не смогут. И вот вполне возможно, что даже если он решится дать команду всерьез, ну у нас есть такая небольшая надежда, что вдруг ее не выполнят. Но на это закладываться нельзя. И поэтому вот если Запад нас кто-то слышит, что-то северных политиков, аналитиков, напишите, скажите, что Путин должен получать постоянные предупреждения о недопустимости даже думать о применении ядерного оружия, иначе он будет уничтожен. Уничтожен. В качестве ответа на удар. Вот когда он это будет понимать, он это никогда не сделает. Вот вопросы, которые вам задают, Геннадий Владимирович, в частности Вадим у вас спрашивает в нашем чате наш зритель господин Гудков, какой реальный и практический толк от форумов российских оппозиционеров, которые проходят в Европе, какая реальная польза от этого простому россиянину? Слышите ли вы, Геннадий Владимирович? Вот сейчас опять слышу. Да. Что у нас спрашивает телезритель? По поводу пользы от форумов российских оппозиционеров в Европе, какая реальная польза от этого простому россиянину, ну, хотя бы в перспективе. Ну, собственно, мы об этом говорили с вами сейчас отчасти, но тем не менее, отвечая на вопрос нашего зрителя. Вот чудаки, ну ладно, не будем никого обижать. Вот первое, это то, что мы собираемся. Во-первых, мы что-то делаем. Даже сейчас мы с вами что-то делаем для того, чтобы объяснить людям, что нужно сделать, что будет, что можно сделать и так далее. Это первое. Второе, мы являемся термометром. Больничным. Потому что в эпоху всеобщего сумасшествия слышать голос, что ты все-таки не сошел с ума, а сошли с ума окружающие люди, очень важно. Особенно, когда вот это массовый психоз идет, массовое, так сказать, сумасшествие, массовая истерика великодержавная. Понимать, что ты нормальный, очень важно слушать тех людей, которые что-то говорят, делают. Третье, это выработка религиальных форм работы. Это создание фондов, это создание, это где-то даже прямая помощь, предположим, там проходили в ряде, так сказать, организаций, аукционы, сборы денег, эти деньги передавались в качестве гуманитарной помощи в Украине и так далее и тому подобное. Огромная работа проводилась по генераторам, когда там у них не было электричество. Да много чего там делалось, продолжает делалось. И огромное количество людей работает сейчас и по вывозу детей депортированных, и по помощи эвакуированным беженцам. Да много, много чего делается. Поэтому вот эта работа, которую организуют, в том числе и Винниевские форумы, и другие форумы, и коалиции, которые формируют вместе со всеми, Михаил Ходорковский, и много-много другое, чего делается, положить. Вот, поэтому тут что значит? Ну давайте будем сидеть, ложа руки. Вот у меня был там вчера ужасно удачный день с точки зрения общественного мнения. Два эфира набрали там 3 миллиона просмотров. То есть люди смотрят, значит, зачем-то это нужно. Они что-то хотят узнать, услышать, сверить свои взгляды, мысли, представления о действительности, представления о процессах. Конечно, все это надо. Выработка тактики, стратегии. Мы же подписали Берлинскую декларацию. Дали ориентиры, что режим Путина нелегитимен и криминален. Криминален нелегитимен. Точка. Во втором пункте стоит, что он должен быть ликвидирован. А первый пункт говорит о территориальной целостности, о суверенитете, свободе Украины и вины России, вины путинского режима за развязанную войну. Ну и так далее. Это все вырабатывается теми людьми, которые сейчас вынуждены покинуть страну под угрозой расправы, ареста, убийства, пыток. И мы продолжаем бороться с этим режимом? Что за простой вариант перспективы? В перспективе переходное правительство в случае, так сказать, и подготовки условий до смены власти, переходное правительство, которое будет формировать механизмы демократизации, создание нормальной цивилизованной системы политической власти, вообще цивилизации страны и возвращение ее в нормальные лоны, а не в превращение, так сказать, в источник и вдохновитель мирового террора и войны. Ну вот, это то малое, которое делает российская оппозиция, условная оппозиция в изгнании, и не только. Ну вот наши зрители пишут о том, что вам, в отличие от, тут уже переходит на личности, но тем не менее, зачитаю, как есть, в отличие от Жирнова и Швеца, удалось сохранить порядочность. Вообще, насколько среди оппозиции существуют определенные предубеждения в отношении бывших сотрудников Комитета госбезопасности? Ну, это незначительная часть оппозиции, которая почему-то там одевает белые перчатки и белое пальто, и говорит, что вообще, знаете, мы, конечно, такие чистоплотные, что вот у нас прямо стерильные. Но таких ведь очень мало. В основном все, конечно, понимают, что сейчас нужно всем объединяться и бороться с общим врагом. Понимаете, у нас нет хороших профессий, хороших биографий. Но все чего-то проходили в своей жизни. Я служу не по тому, кто кем был, а кто кем стал. И кто кем продолжает быть. Вот для меня там нет, потом вот этот вот идиотский всякий там, чуть чего не нравится, агент там Кремля, агент ХСБ. Ребята, я смотрю все по конкретным делам. Если человек работает на разрушение, ослабление режима, если он делает это искренне и честно, значит, это наш союзник. Пусть он тактический даже союзник. Это не важно. Важно добиться общего результата для всей страны, для всех там 140 с лишним миллионов людей. Там мы разберемся, кто из нас лучше, кто хуже. Это будут честные выборы, это будут партии, это будут там другие политические процессы, это будут свободные средства массовой информации. Там мы разберемся, кто из нас там лучше, хуже, меньше, пользоваться доверием больше. Сейчас это не имеет никакого значения. Так же, как политические предпочтения. А ты правый или левый? Да мы не правый, не левый, как сказал Фомин, потому что мы валенки. Что-то по-честному, если говорить. Конечно, мы в страну проиграли. Пока. Но проигрыш сражения не означает проигрыш всей войны. Мы продолжаем бороться, и будем бороться, до тех пор, пока не победим. Я тут был на одной мероприятии, в Афранции. И там, в Афранции, очень много российских бывших оппозиционеров, политической миграции и так далее. Ну, так сложилось исторически. За сто лет они работают с российской миграцией, в том числе политической. И выступал один наш там товарищ, такой, в категорической форме, и заявил. А там сидели, например, там госпожа Пузырев, Натали, она ведет в парламенте группу по России, она занимает должность, она и внучка одного из руководителей, одного из министров правительства Керенского. Ну, и вот такого типа. И много миграций старой, которая вот еще там, которая еще в советские в ранние времена. И вот выступает наш товарищ, и говорит, вот там, тут мы можем понять, потому что русская оппозиция никогда ни хрена ничего не добивалась, она никогда никого не побеждала, и так далее, и так далее. Ну, и выходит там дядечка заслуженная, историк, аналитик, ну, и с корнями, так сказать, это все, русский язык схранят. Я говорю, знаете, молодой человек, я вам так скажу, что в историческом процессе мы выиграли, мы победили, мы победили большевизм, общим усилием. И без большевизма, ленинизма больше нет. И это в том числе и наша заслуга. Понимаете? Поэтому, когда вы говорите о том, что мы потерпели поражение, вы просто мыслите очень узким набором аргументов и временных рамок. Борьба, да, она все равно будет лететь. Она все равно окончится победой. Победа и добра над злом, потому что по-другому мир развиваться не может. Ну, или мир не будет. Одно из двух. Я надеюсь, что мир будет и будет развиваться дальше. И в конечном итоге добро поймет, что, опять-таки, я, как говорил Дон Корлеоне, с помощью пистолета и доброго слова можно сделать гораздо больше, чем только с помощью доброго слова. Вот добро должно быть кулаками. Я так перефразирую слова Ленина, скажу, что всякая демократия тогда чего-нибудь стоит, когда она умеет себя защищать и защищать свои ценности. Вот это вот очень важно, то, что мы сейчас должны понять. В современном мире, наполненном ненавистью, ложью, жестокостью, враждой, добро не может быть индиферентным, оно не может жевать сопли уж, извините, я перефразирую, перевожу, так сказать, на бытовой язык. Оно должно уметь защищать свои ценности и давать бой вот этой сволочи, организованной, как это говорил губерман, пришел я горестному мнению, мнению, да, на протяжении многих лет, вся сволочь склонна к единению. Да, а все порядочные нет. Вся сволочь склонна к единению. Вот мы должны понимать это и победить эту сволочь только добрым словом. К сожалению, пока не получать. Поэтому придется побеждать с помощью доброго слова и вот того пистолета или того бронепоезда, который должен стоять на запасном пути. Ну вот опять же губерман тоже мне вспомнился. Ту власть, что так его дурачит и его величество народ однажды напрочь раз фигачит, так я скажу, и вновь таких же изберет, Геннадий Владимирович. Это ведь вновь таких же избирает. Подождите, подождите, когда власть дурачит народ. Величество народ однажды напрочь раз фигачит и вновь таких же изберет. А ты тоже губерман. То есть люди же сами выбирают. Нет, но вновь таких же избирает все. А как работать с обществом? Есть ли понимание, Геннадий Владимирович, как работать с обществом? Учитывая, как сказала Шульман, можно привести коньяк водопоя, но нельзя заставить его пить. Ну, это не Шульман сказал, она просто часто цитирует эту фразу. Вот все-таки ведь заставить-то нельзя людей захотеть для демократии. Да, девушку из деревни, деревню из девушки, мы тоже это знаем, хотя это несправедливая пословица. Но я думаю, что тут план-то по понятию. Понимаете, у нас нет даже политических разногласий в так называемой оппозиции. Все понимают, что лучший вариант это внутрилитный раскол, внутрилитный переворот, формирование при жесткой и понятной адекватной позиции Запада переходного правительства, которое будет ввести Россию к демократическим реформам. Формирование проведения конечно, это будет на основе временных прав, на основе временных законов. Будут проведены первые выборы, будет формирована легитимная власть, которая приступит и к реформе, политической системы, к реформе судебной системы, к реформе парламента и региональных... Ну, там целый план есть. Конституционная реформа там и так далее. Все это есть, все это понятно, что дело. То есть вот сейчас только этот спор как? Каким способом нужно добиться смены власти? Пока единого плана нет. Но нет плана не потому, что у нас его нет, а потому что нет единого плана у треугольника. Я так все время говорю, треугольник сейчас должен быть выстроен. Теугольник очень жесткая фигура, самая жесткая, самые прочные. Это вот Запад, западная коалиция, Украина и Российская демократическая сила, условно, как мы их называем. Тогда вот эта жесткая фигура будет работать. Она пока разомкнута. Нет плана четкого не у Запада по России, нет понимания, так сказать, необходимости союзников и замыкания общих усилий в одну, как бы так сказать, в одну, так сказать, в один мейнстрим Украины. Мы надеемся, что это все-таки пройдет со временем. Понимаете, тоже, как видимо, требуется время для того, чтобы осознать необходимость взаимодействия и диалога. Но я надеюсь, что этот треугольник сформируется, вот тогда будет намного все сложнее даваться. Пока его нет. Пока его нет, поэтому, когда мы говорим о том плане, мы понимаем, как нужно реформировать Россию, мы понимаем, в каких условиях, мы понимаем, что может быть триггером, мы понимаем, что военные победы максимально ослабляют режим и создают окно возможностей и шансов. Но для этого надо тоже работать. Война не закончится только военной победой украинских вооруженных сил. Война закончится исчезновением путинизма и формированием путь в дорожной карте или движением России по пути депутинизации, демократизации. Другого варианта нет. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Благодарим. И вот я хотел бы подсказать речь у наших уважаемых слушателей, зрителей. Не надо повторять ошибки. Вот кто-то там порядочный, кто-то непорядочный. Я слушаю всех. И Швейца, и Жернова, и Невзорова, и Фейгана, и Каца. Да и всех слушаю. И Кондарковского, и Каспарова. Многих слушаю. И я считаю так, что те, кто борется с режимом, кто его ослабляет, кто вселяет в людях надежду и уверенность, они наши союзники. По крайней мере, на этом и так. А дальше там мы разберемся. И я Соловья Валерий Дмитриевича уважаю очень. И считаю его тоже, что он делает очень полезное дело. Даже если его концепция царь не настоящий, кто-то использует в своих групповых, там каких-то шкурных интересах. Все равно на общее дело она работает. И раз она работает, значит, мы делаем правильное общее дело. Спасибо вам. Геннадий Гудков был на прямой связи с Грэмом. Благодарим и всего доброго. До следующего раза. Спасибо.